Продюсерский центр LifeMusic приглашает девушек под видом кастинга на оргии. Действительно ли это так? Мы посмотрим. Средства массовой информации слишком много рассказывают об этом, а я, как очевидец, провожу собственное расследование. Итак, меня зовут Яна Фишер. Это очень эксклюзивное видео, которое попадет в руки и изменит ваше представление о продюсерских центрах. Итак, у меня в гостях Татьяна. Это независимый корреспондент одной известной газеты. Но, к сожалению, она не готова нам показать своего лица. Да, и рассказать о себе, поскольку, как мы говорили, да, Татьяна, вы утверждаете, что тема интересна для ваших газет в частности, но вы не можете это рассмотреть, поскольку просто боитесь потерять место работы. То есть ту информацию, которую я готова была вам сообщить, она не удовлетворяет требования средства массовой информации. И они, соответственно, не готовы с нами сотрудничать. Правильно? Да, правильно, действительно, Анна, это так. Я сюда пришла для того, чтобы узнать, что побудило вас прийти на кастинг Like Music. То же самое, что и у многих девушек, которые хотят связать свою работу с творчеством. Я пришла на кастинг, увидев объявление, требуются танцовщицы на подтанцовку. Соответственно, вокальных данных у меня нет. Я подумала, что почему бы не попробовать себя в качестве хореографа, то есть предложить какие-то услуги как хореограф или с группой вокальной, да, быть на подтанцовке, поскольку у меня в этом уже есть опыт. И мне это стало интересно. Соответственно, я отправилась на кастинг. А расскажите, пожалуйста, этапы прохождения кастинга. Ну, кастинг проходил в три этапа. Это уже, наверное, многим известно. Первый этап – это видео-визитка. Ты рассказываешь о себе, что, чем занимаешься, демонстрируешь свои таланты. Я, соответственно, показала несколько движений, которые понравились людям, которые отбирали на кастинг. Ну и, соответственно, второй этап – это фотосъемка. Вот тут самое интересное. Очень многие говорят, что там происходит что-то невообразимое, предлагают раздеться. Скажу сразу, мне не предлагали раздеться. То есть, конечно, когда девушка приходит в сплошном купальнике, ее просят раздеться, но не раздеться полностью, а показать максимально, да, то есть, насколько у тебя красивый подтянутый живот. Ведь это важно. Вы сами понимаете, да, Татьяна, что если посмотреть на всех наших звезд эстрадных, то фигура, фигура, она тоже имеет значение. Ведь бывают и открытые костюмы, открытая спина, живот, ну, то есть, это совершенно нормально. Поэтому, ну, вот так. А танцевать стриптиз вам предлагали? Ну, как вы считаете, если мне не предложили раздеться, разве не могли предложить танцевать стриптиз? Да, мне предложили станцевать, да, бы посмотреть, оценить мои хореографические способности, харизму, артистизму. Это, конечно, было. Но вопросов, просьбу о раздевании не было совершенно никаких. Тем более меня встретил человек, который давно занимается фотографиями, он продюсер, и, ну, не буду тоже там его имени называть, поскольку, да, бы не подумали зрители, что я хочу кого-то пропиарить. Даже, знаете, вот даже намека не было на то, чтобы вот там раздеться или станцевать стриптиз, абсолютно. Ну, а были ли какие-то намеки? Предлагали ли вам провести собеседование в неформальной обстановке? Какой-то легкий флирт, может быть, заигрывание, действие сексуального характера? Да, знаете, у меня были просто интересные идеи по поводу создания программы, интересной интернет-программы, ну, для интернет-телевидения. И эти мысли, они продюсеру очень понравились. И он мне предложил, а давай снимем пилотный выпуск. Мы попробовали снять буквально вот два, две небольшие пятиминутки. Получилось достаточно интересно, но над этим нужно еще работать. На что он решил меня уже на третий этап кастинга послать? Это непосредственное собеседование с уже всем, наверное, известным человеком Капитоновым Вячеславом. А это он проводил кастинг? Вы знаете, на самом деле он является инвестором, главным инвестором продюсерского центра «Лайк Мюзик». И он принимает окончательное решение, насколько мне известно, да, по поводу того, кто будет с ним сотрудничать, кто нет. На тот момент, когда меня к нему послали в кабинет, я совершенно этого не ждала, я очень волновалась. И не понимала даже изначально, с кем я видел общение. И о чем, интересно, у вас шел разговор в кабинете? Вы знаете, зайдя в кабинет, первое, что я увидела, я увидела достаточно делового человека. Это мужчина. Такой серьезный, деловой. Он банкир. Скажу честно, мне, в принципе, о нем было известно. До того, как прийти на кастинг. То есть я собрала ряд определенной информации, потому что нужно всегда понимать, куда ты идешь, на какой кастинг. Это очень важно. И этот человек мне, он посмотрел видеоролики и сказал, что вся гениальная, негениальная, неважно, любая творческая идея, она должна приносить прибыль. Он мне расписал схемы бизнеса, как твоя идея должна приносить прибыль. Я его в этом понимаю. Он банкир, он инвестор, он просто так не будет впустую финансировать какие-то проекты, даже если они будут уникальны и гениальны. Соответственно, он провел достаточно такую жесткую, конкретную беседу. И никакого намека с его стороны на постель, то, что я прочитала в СМИ, такого, ну, не то, что не было, о таком даже не подумаешь. Просто не подумаешь. Я сейчас его ни в коем случае не защищаю. Просто хочу сказать, что вот как я очевидец, да, я без закрытого лица и имени, рассказываю вам все, как было на самом деле. И посмотрев этот ролик, многие девушки вспомнят, согласятся со мной, что да, действительно, та грязь, которую написали в средствах массовой информации, это не более чем вымысел. Хотя, может быть, отчасти там какая-то доля правды и присутствует, но не могу отвечать за них. Я с этим не была связана. Я отвечаю вот за себя. Он мне рассказал также принцип работы продюсерского центра. То есть все, что скрывается, да, то есть какая заинтересованность его. Все. То есть и даже в тот момент, когда я его спросила, что вы сделаете, да, то есть что... То есть не что вы сделаете, а как мы будем решать вопрос, если я не оправдаю ваших финансовых затрат. На что он мне ответил, я тебя закопаю. Ну, в шут. Хотя некоторые средства массовой информации мне предлагали, уговаривали даже, да, я думаю, сейчас они поймут, о ком это идет речь, некоторые корреспонденты, чтобы из этой фразы шуточной сделать еще один скандал, что Вячеслав Капитонов еще и угрожает. То есть вы понимаете, да, он не только склоняет девушек к постели, он еще и не угрожает. И я думаю, что здесь уже можно делать выводы, когда эти девочки, возможно, обиженные, не прошедшие кастинг, решили вот рассказать какую-то грязь на него непосредственно, возможно, средства массовой информации решили раздуть из этого шоу, чтобы это просто интересно было. Ну и, соответственно, здесь еще кроется один нюанс, почему это в такой форме решили подать СМИ. СМИ, но об этом я говорить не буду, потому что я точно знаю, что если я это скажу, это видео удалится со всех источников. Вот и все. Ну, то есть, понимаете, даже последний вопрос, когда я ему задала, что и вправду вы заговорите, на что он мне сказал, да? Судяка. То есть, понимаете, это, ну, просто шутка. Он бы мог, я, я, ну, достаточно там, симпатичная девушка, да, харизматичная, он мог бы и мне, понимаете, предложить. Ну, как, что может красивая девушка предложить, да, если она не оправдывает финансовых затрат, да, хотя бы. Да, действительно. Ну, согласитесь, да, что есть, в принципе, всегда можно какой-то намек дать. Этот человек совершенно, вот, просто это невозможно. То есть, исходя из ваших суждений? Ну, это просто, эта информация, это, ну, это невозможно. Это, во-первых, я бы никогда о нем такого не подумала, во-вторых, я когда шла, я точно знала, к кому я иду и с кем я буду общаться, ну, и в-третьих, понимаете, он, даже если брать хотя бы логически, да, вот, у вас есть информация, подумайте, пожалуйста, логически. Человек, он не страшный, молодой, он и без денег, без своего положения, может любую девушку очаровать. В принципе, как мужчина. Может? Может, он же не страшный, и он же не старый. Зачем ему создавать продюсерский центр, вкладывать туда огромные деньги, для того, чтобы идти какими-то окольными, очень сложными путями, чтобы девушек заманивать в постель. Ну, подумайте сами. Далее, этот человек не бедный, и воспользоваться услугами, эскорт-услуг в наше время не так уж сложно по неприлично привлекательным ценам для такого человека, как Вячеслав Капитон. состоятельного. Конечно, очень даже состоятельного. Так зачем ему? Вот просто я хочу, чтобы люди сейчас не просто кидались на информацию, да, и обсуждали, и грязью поливали, а чтобы они иногда включали голову. А зачем человеку, его уровня, вот это все? Зачем? То есть, понимаете, это то же самое, если вы хотите приготовить суп, вам нужна картошка, морковка и прочие там, да, компоненты. Вы что, пойдете на огород это все дело выращивать? Разумеется, нет, у вас есть более легкие пути. Вам же не нужно для этого покупать землю, эту землю обрабатывать и выращивать там овощи, которые вы можете позволить себе с легкостью за меньшие деньги, да, купить в магазине. Ну, в общем-то, я думаю, что я достаточно откровенно и правдоподобно ответила на этот вопрос. И последний вопрос. Почему вы нам решили об этом рассказать? Какие цели вы преследуете? Значит, первое, какую цель я преследую, это я общаюсь просто со многими людьми, у меня очень много знакомых, достаточно серьезных людей и такого же уровня, как Вячеслав Капитонов и даже выше. И они знают, что я ходила на этот кастинг. Я сама спрашивала, что это за продюсерский центр. То есть, понятно, что ряд определенных людей знают об этом. И когда такая грязная информация, средства массовой информации поступает везде, в газеты, в телевидение, то это просто вот дело принципа. Я не хочу, чтобы эта грязь переходила и на меня в том числе. Ведь все девушки, которые прошли кастинг или не прошли кастинг, которые засветились со своими лицами на сайте, на них уже клеймо. Поверьте, это неприятно. Это мешает восприятию тебя как серьезного человека. То есть, у меня разные какие-то цели. Я занимаюсь тем, что дополнительно еще свожу нужных людей с нужными людьми для того, чтобы они проводили какие-то серьезные сделки, серьезные переговоры. И мое лицо замаралось. Мне это неприятно. Во-первых, от своего лица я выступаю, во-вторых, от лица всех тех девчонок, а я их знаю, их немало, но, к сожалению, они по определенным обстоятельствам не согласились сегодня прийти к нам в студию, но, тем не менее, они точно так же просто не то, чтобы их очистить, а вот рассказать, как есть, понимаете? Что нету этого всего, ну, нету этого всего. Это просто глупости. Ну, и, наконец, последняя цель, почему я хочу об этом достоверно рассказать, это то, что средства массовой информации действительно пытались из моей правдоподобной истории сделать шоу. да, это первое, второе, они не готовы работать действительно вот все как есть на чистоту. И все факты, все факты в кавычках, которые использовались в видео, фото, это все происходило не на этих местах, не на этих квартирах, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть кастинги проходили действительно в других местах, ну, в других студиях и совершенно не в таком формате, как это нам преподнесли. Я надеюсь, что, посмотрев эту маленькую передачу об откровении, вы сделаете свои собственные выводы, и я жду вас на следующей интересной рубрике, это продюсерские центры и что скрывается за ними. Другие новости, другая информация. Не переключайтесь, с вами была Яна Фишер и это программа Триват ТВ. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok